К проблемам лесной отрасли сегодня приковано особое внимание законодателей. В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные лесоустройству. Это понятие входит изучение, описание деревьев и кустарников, планы по их рациональному использованию. В общем, все, что нужно для достоверной информации о состоянии легких нашей страны. С 1 марта начала действовать новая лесоустроительная инструкция о том, что изменится и что беспокоит экспертов. Узнаем прямо сейчас в нашей студии. Я рада приветствовать члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяну Гигель. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а на прямой связи с нами члены экспертного консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Первый замдиректора Лесинфорга, надеюсь, что я правильно произношу, Рослесинфорга Александра Зыкова. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте зададим первый вопрос эксперту. Александр Сергеевич, что сегодня представляет собой современное лесоустройство и как оно изменилось за последние годы? Современное лесоустройство в Российской Федерации это преемник классического российского лесоустройства, которое зародилось в XIX веке. Также это преемник и классического советского лесоустройства. Это наука, позволяющая определять качественно-количественные характеристики лесов и на основе этого организовывать правильное государственное планирование для всей лесной отрасли. На сегодняшний момент современное лесоустройство это поиск рациональных, правильных методов использования лесов, при этом ориентированный на экономический эффект. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Мы часто с вами говорим о стратегии развития лесопромышленного комплекса. Какое место в ней сегодня занимает лесоустройство? Вы знаете, когда мы начинали свою работу при Комитете по аграрно-подовольственной политике и природопользованию, и образовался экспертный совет, и то множество проблемных вопросов, которые возникли в лесном комплексе, их было просто действительно очень много. Но по единодушному мнению всех экспертов мы пришли к выводу, что начинать нужно сначала, решать все те проблемы, которые накопились. Поэтому единодушно было подтверждено и согласовано, что вопрос лесоустройства должен занять достойное место в стратегии развития лесной промышленности до 2030 года. Поэтому начать, наверное, надо сначала, потому что в тот момент, когда лесоустройство последних лет, оно, будем говорить, не отвечало тем требованиям, которые сегодня требует государство. Перед нами президент поставил задачу, как можно эффективнее использовать природные ресурсы. А для этого нужно было показать инвестиционную привлекательность для наших потенциальных инвесторов, потому что качественное и эффективное использование – это углубленная переработка древесины. Это значит крупные заводы с серьезным оборудованием. Поэтому мы должны были показать достоверную информацию все о состоянии наших лесов. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Александр Сергеевич, мы достаточно часто и много говорим о цифровизации лесного комплекса, лесопромышленного комплекса. А какие цифровые сервисы планируются к внедрению в сфере лесоустройства? После того, как было принято решение президентом и правительством Российской Федерации о федерализации лесоустройства, было также принято решение о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Данная информационная система будет представлять из себя сочетание пользовательских функций и для лесопользователей, и также для управления государством в сфере леса. Все материалы лесоустройства в цифровом виде будут погружены туда. Актуальность этих материалов будет поддерживаться непрерывно. По сути, мы на сегодняшний момент говорим о том, что в ближайшее время на территории Российской Федерации появится массив данных, содержащих абсолютно актуальные материалы о русском лесе. Интересно, что полномочия по лесоустройству передали на федеральный уровень. В связи с чем это было сделано и что это изменило? Да, действительно, полномочия переданы на федеральный уровень. Это прежде всего было связано с тем, что сегодня субъекты наши не справлялись с той задачей, которую ставит перед собой лесоустройство. Финансовое сопровождение – это дорогостоящий вид работ, и он должен быть выполнен конкретно, во-первых, специалистами лесоустроителями, во-вторых, при программном обеспечении и при техническом сопровождении. Поэтому с такой задачей может справиться только федеральный центр. Понимая о том, что у нас сегодня лесоизбыточные регионы, их не так много, но они есть, и там, где есть арендатор, то он способен взять на себя задачу проплатить, заказать лесоустройство, но, наверное, нужно здесь сказать обязательно, непоходимо отметить то, что вот именно закон, лесной кодекс, который вступил в силу 1 января 2017 года, он практически полностью поменял внутреннее содержание и понимание лесоустройства. Было, к сожалению, это очень плохая история, но мы вынуждены говорить ту правду, которая сложилась все эти годы, складывалась. Многие, по сути, вот если просто говорить обывательским, человеческим языком, что лесоустройство в принципе мог выполнять каждый, как физическое, так и юридическое лицо, при этом далеко не обладая специалистами, не обладая техническими возможностями, но и были те факты, когда наш арендатор, либо бизнес, который заходил, он проплачивал деньги, и, конечно же, он был заинтересован в том, чтобы его расчетная лесосека была удовлетворительной, достаточной для того, чтобы он как можно больше мог заготовить какой объем больше древесины. Поэтому были, конечно, и лесоустроители, частные компании, которые совершенно добросовестно к этому относились, но в целом большое количество исполнителей лесоустроительных работ привело к тому, что, к сожалению, качество всегда не отвечало государственным задачам и целям. Поэтому для того, чтобы централизовать и регулировать, координировать все эти действия, было, конечно, принято решение правильно, считая передачу на федеральный уровень. Единственное, вот сейчас мы буквально пришли к парламентским слушаниям, которые были три часа буквально мы рассматривали тему лесоустройства, были очень достаточно профессиональные доклады, но они были и кардинально, будем говорить, разные по своему смысловому, даже иногда содержанию, по тем целям. В общем-то, спор зашел только в том моменте, когда наши частные компании, которые занимались лесоустройством, они обвиняют наш Рослесинфоргосударственную структуру в монополизации. И говорят, и правомерные, наверное, задают вопрос, справитесь ли вы с этой задачей, ведь в принципе и у государства, и у бизнеса одна задача, чтобы как можно быстрее предоставить качественную информацию лесоустроительных, всех нашего лесоустройства, чтобы бизнес знал, как правильно и грамотно спланировать свою работу, и чтобы у нас работала экономика. Поэтому я считаю, что в ходе сегодня очень такой длинной, профессиональной, в какой-то степени, может быть, даже такой дискуссионной нашей дискуссии, мы выведем все те, возьмем предложения, которые реально имеют место быть, конечно, продолжается, будет еще работа, мы будем разговаривать с профессиональным сообществом, но однозначно мы возьмем все то, что сегодня еще несколько, будем говорить, мешает полноценной работе 304-го федерального закона. Мы готовы на этот диалог, мы готовы на внесение изменений, мы готовы на то, чтобы сегодня и государство, в конце концов, достигло той цели, которую перед нами ставили по принятию закона 304-го, и бизнес был удовлетворен, обладая качественными материалами лесоустройства. Александр Сергеевич, а по-вашему, что дала передача функции лесоустройства на федеральный уровень, и совсем ли вы согласны с тем, что сейчас озвучила Татьяна Анатольевна? Сегодня были великолепные дебаты, отличная дискуссия с точки зрения и здоровой критики, и с точки зрения определения будущих целей, но мы продолжаем говорить о том, что федерализация лесоустройства позволит создать единое окно, куда будет поступать вся информация о российском, русском лесе, для принятия именно правильных административных и экономических решений. Татьяна Анатольевна, может, вы добавите по поводу одного окна, что это должно, как это должно выглядеть? Ну, я совершенно согласна с Александром Сергеевичем, и самое главное, мне очень импонирует, что тот ответственный орган, который сегодня взял на себя функцию, на которого возложило государство выполнение качественных лесоустроительных работ, вот так, будем говорить, дипломатично, и очень корректно, и, я бы даже сказала, доброжелательно отнесся к нашим парламентским слушаниям. И вот сама оценка была очень конструктивная такая, и критика, и очень много поступило ценных предложений, на которые мы должны работать. Вот в целом мы, я еще раз подтверждаю о том, что мы готовы в этом направлении работать. Мы готовы к изменению. Даже вот такой маленький, ну, будем говорить, момент, на который мы и знали, когда начала работать в действие, вошел наш федеральный закон, а сегодня он начал свою реализацию, мы уже видели некоторые узкие места. Сегодня мы получили подтверждение от профессионального сообщества, поэтому в кратчайшие сроки мы готовы внести те изменения в основной федеральный закон, который, еще раз говорю о том, что удовлетворит всех. А причиной проведения парламентских слушаний стал запрос представителей отрасли, бизнеса или законодателей, вообще, с чего все началось, так скажем? Запрос на парламентские слушания, потому что мы брали на себя обязательства. В последнее время Совет Федерации работает, я считаю, что сверхпрофессионально. Принимая тот или иной закон и понимая, что он будет несколько резонансный, и это совершенно новый закон, мы всегда берем на себя обязательства посмотреть практику его применения. Вот почему этот закон, только с 1 марта он вступил в действие, а мы уже сегодня организовали такую дискуссионную площадку парламентских слушаний, мы как раз убедились в том, что вот такая встреча, когда присутствует наука, профессиональное сообщество, бизнес, органы госвласти, это вот как раз та площадка, где, как говорится, рождается истина. Поэтому сегодня на парламентских слушаниях мы эту истину уже практически увидели. Но я сразу оговорюсь о том, что не все те вопросы, которые прозвучали, конечно, будут отражены в резолюции. Потому что есть моменты, которые необходимо быстро очень реализовать, и они уже выверены, но есть моменты, которые требуют еще дополнительной работы. Александр Сергеевич, вы уже сказали о том, что действительно была оживленная и очень полезная дискуссия. Что для вас лично было самым ценным, полезным из сегодняшней встречи? Это внешний взгляд на нашу работу. Это огромный плюс, когда ты имеешь возможность слышать оценку и пользователей, и коллег со смежных сфер о том, как мы работаем, насколько мы подготовились к федеральному лесоустройству, какие есть замечания, какие есть предложения, пожелания. Мы в том числе обсудили возможности совместной работы с представителем бизнеса, именно с теми структурами, которые желают оказывать нам помощь и поддержку при проведении мероприятий по обследованию, по исследованию качественных и количественных характеристик лесов. Это очень полезно. Более того, я считаю, что нужно продолжать эти диалоги, и тогда мы действительно в кратчайшие сроки получим хорошую, идеальную, можно сказать, реализацию тех законодательных новелл, которые мы сегодня имеем. Татьяна Анатольевна, а дальнейшие шаги сенаторов в этом направлении каковы? Что будет дальше в вашей работе? Мы сейчас будем работать очень плотно над резолюцией. Мы все те предложения, которые прозвучали от бизнеса, во-первых, их актуализируем, подытожим, обязательно ознакомим членов парламентского службы, кто участвовал, те люди, которые они должны обязательно себя увидеть, услышать, и что их предложение прозвучало. Если мы, это предложение не будет по каким-то моментам принято, мы способны в рабочем порядке еще дискутировать, аргументировать все эти предложения и представлять уже органам госвласти для реализации дальнейшей, для внесения изменений в действующее законодательство. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо, Александр Сергеевич. Напомню, что о проблемах в сфере лесоустройства мы говорили с сенатором Татьяной Ель и экспертом Александром Зыковым.